Ничего не вижу. Я тоже. Всем привет, ребята. Это видеоблог Две Хаски. Видеоблог о рыбалочке. Ну что, ребят, мы приехали. У нас, как говорится, четвертый раз. Поймаем рыбу. Приехали с ним плавить карпа. Надеюсь, сегодня мы выиграем у рыбы. Потому что три до этого рыбалочки, как вы уже поняли, у нас были пролетные. Но что же поделать? Это рыбалка. Причем весна. То дождь, то снег, то ветер, то гроза, то тучи. Короче, все-все-все-все-все постоянно меняется. Рыба тоже не очень активная. Попробуем сегодня плавить карпа. Надеюсь, что-то получится. Твои как прогнозы, Максим Владимирович? Мои прогнозы оптимистические, как обычно. Оптимистически это хорошо. Это значит, будет весело. Как минимум, уже будет нормально. То есть, я думаю, будет все, как обычно. Рыбы вы не увидите. Ну ладно, что ты начинаешь? Ладно, погнали. Да, погнали. Будем сейчас сделать прикормочку и искать точечку и кормить рыбку. Кукурузка из КБ. Самое, что ни на есть, классное. Мотыли, опарики. Все, сюда кладем. Прикормка сегодня у нас новинка. Ой. У нас, но новинка, наверное, не у нас. Дунаев. Кукурузой пахнет прямо. То есть, ты пошел ва-банк, да? Я все, я понял, что... Я говорю, Дим, дай мне самую рабочую. Он, я не знаю, он просто сказал, возьми вот эту. Да и решили новую что-то попробовать в магазине. Ты перекрестил тебя, да? И посветил, да, меня отправил. Хрена. Камень там какой-то, да, был? С камнем? Сейчас, подожди, а где это? С такими вот... Слушай, что это? Что это? Прикормки, ребят, смотри. Или это специальная фишка прикормки? Посолить. Может, это этот, какого? Посолить, посолить, смотри. Кокосик. Какие-то белые штуки внутри. Я не знаю, что это. Давайте почитаем. Easy to mix. All season. New formula. Natural product. Макс там попробовал белый камень какой-то. Я не знаю, что это такое. Оно сладкое, не сладкое? Вообще без вкуса. Сейчас покажу. А смотри, а в этой нет. А здесь нету. Ой-ой-ой. Нет, ну тут тоже нет. А, ну тоже он. Какие-то белые какие-то камушки. И теперь добавим такую миласу. Слива. Слива. Слива нормально будет, думаешь? А что еще есть? Кукуруза, слива. Больше ничего нет. Больше нет. Я только сливу купил. Ну, вкуснятина. Так, добавляем где-то... Сколько тут написано? 150-200 миллилитров на 1 килограмм. Ну, мы добавим где-то 300 грамм. Больше с прикормки у нас ничего не будет, да? Нет, все. А что, мне кажется, больше ничего не надо. У нас есть мотыль. Мы добавим кормового мотыля. Замороженного. У нас есть резанный червь. Будет сегодня в рационе у карпа. Ну, это потом. В случае его клевого, да? Ну, я думаю, можно, да, чуть-то так подсыпать. Время у нас 6.30. Всплесков пока на водоеме нет. Нет, пока, да. Все, короче, миласка у нас впиталась. Пусть настаивает, состоит пока прикормку. Мы пока подготовимся к рыбалке. А мы пока с Настей, да, подготовим, размотаем, проверимся. Что, а если мы будем на пикера? Макс, вот уже собрал. Расчехлил. Нейлоновая лесочка на карпика. Ну, в принципе, у меня только нейлоновая леска есть. Прикормка у нас, как я сказал, настаивается пока стоит на миласе. И попозже мы ее замешаем на воде. Рекомендуют данную миласу, как я прочитал, делать с вечера. То есть вы прям замешиваете там дома миласу эту, она настаивается. И потом уже на водоеме вы просто приходите и сразу заливаете вашу смесь водой, и у вас прикормка готова. Мы рекомендации не соблюдаем? Да, мы не соблюдаем рекомендации. Потому что... Профессионал. А что, у нас обычно клюет. У нас что-то просто это неделя какая-то невезучая. Коверт, типа, все меньше с каждой рыбалкой. Осталось две жизни у Питера осталось. Все стандартно. Надо что воду где залить? Это попозже давно залить. Это не моя обязанность уже. Есть у нас человек. Водочерпи, да? В общем, вот такой монтаж. Скруточка, стопорочек, карабин и педелька на конце. Наверное, сколько? Полметра, полметровый. Ребят, платки будем вязать из 0,12 лески, да? Нафильный. И вот поставим вот такой крючочек. Десятый номер. Вот такие. Такой у нас червячок. Сейчас добавим прикормку и опарика, да? Две баночки добавим. Сейчас отопилок его очищу. Юра приказал. Нашнет немного. Но для пикантности, вкуса добавят. В общем, столько у нас опарыша. Конечно, смешно. У нас все есть две баночки. Ну, да, две баночки. Покажи, что еще. Будем насаживать. И вот такая каша, маваша. О, червячок уже выползает. Юрец себе тут привязал, сделал точнее, связал составной поводочек. Здесь карповый крючок. Идет шнур. 0,08, да? Да, 0,08. 0,08 миллиметров. Здесь вот такой узелок. Олбрайт. А, Олбрайт. И... Ну и второй. И 0,2 монофильная леска. Да. Говорят, что на карпа это идеальный поводок. В общем, сегодня мы это и проверим. Ну что, замешал? Да, замешал прикормку. Давай мне сыпани, братюня. Ты хоть? Да, мне больше не надо, да. Наконец все забросили. Вот так мы расставились. Юра сидит, сидел. Бобры, наверное, утащили. Потому что водичка еще прохладная. Возможно, выйдет чуть попозже. Сейчас все прогреется. И будем таскать. Надежда, наш компас земной. Прям смотри, почти где я кидаю. Там просто такая гора прикормочки сейчас лежит. Миско такое. И прям сверху кукурузинка такая, знаешь. Такая вот одна. Но этот сплеск прям обнадеживающий, кажется. Второй, да? Угу. Есть? Блин! Ты видал? Поклевочка, да, была? Поклевка была вон. Ты видал? Загнул как. У меня аж адреналин сейчас подскочил. Ребята, вы видели это? Я не знаю, что это было сейчас. Я настраивал кувертип. Сразу была поклевка. Ну, мимо. А ты две насадил? Два опарика насадил еще. Кукурузы два опарика. Да. А у нас подсак собран? Нет. Специально не собирал. Слушай, ну кто-то там трется. Кто-то там трется у меня. Не, ну рыбы-то есть. У меня тоже задел какие-то. Давай-давай-давай-давай-давай. Так и такие прям. Рыбка стоит. А дашь дипан? Сейчас достану. Хочу со сливой. Краб улитку сейчас. Так, карп сладкая смесь. Кукуруза, краб. А я вот хочу вот эту тему. Краб улитка. Так, дипанули. Секунд 15. Пусть это дело выветрится. Пусть этоSTA ИДАНОВА Что-то вот отклевалось, ребята, отклевалось у нас что-то опять. Так, ладно, сливы-то не хочешь, да? Что ж ты хочешь? Есть? Нет. Опять рано сделал я. Да ты, блин, второй просто запарил меня. Четвёртую рыбу слив. Максим, ну я не умею ловить карпы, я тебе говорю, вот на пикер это, ну как поползёт, поползёт пикер, да? Да, как подсекает. На сливочку, видишь, взял? Угу. На одну кукурузку. Ну, значит, сливу продолжаем диповать. Такая вот слива, слива в милосе, слива на дипе. Ну, давай. Теперь пока колокольчик не звонит, которого нет. Давай, родненький, поймай. Ха-ха-ха. Хоп. Идеально. 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 На моей точке тишина. Так, составной поводок. Хочешь дам? Давай. А? Хочу. Возьми. Я, честно, не знаю. Я боюсь, что он разойдётся. Потому что я его вязал первый раз. У меня вот тут есть на лещике составные поводки с маленьким крючком. Ещё у меня есть... А где он, кстати? Тут же ещё был. На. Вот на карте составная поводочка. Попробую, не знаю, может реально работает. Именно составной поводок. Коротенький какой-то. А это специально так. Я два сделал, один чуть подлинче, другой покороче. Честно, Макс, я тебе говорю, я боюсь за вот этот узел. All bright. У меня была поклёвка на сливу. Была поклёвка на рыбную смесь. Ой, нет. Сладкую смесь карповскую. На кукурузу улитка была. Слева, 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 да. Ух ты! Какая поклёвка! Просто, я думал, просто молниеносная, ребят, поклёвка была. Блин, я думал, сейчас вообще обрыв был. Короче, я вот за этот узел переживаю вот это вот соединение шнура с монофильной леской. Дистанция очень коротенькая. Вот так, да. Так. И ставим всё дело. Сейчас ждём. Шнём поклёвку. Не надо. Не надо. Не надо. Не делаю. Не надо. И поэтому никто её... Ну, смотри. Есть, да? Есть, да? Нормальный был. Да. Ну, не крупный. Наконец-то. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть не слёг. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, подожди, сейчас он устанет. Ух. На пикерок, Максимка, это нечто. Белая мур. Белая мур, да. Да, это поздравлю. Спасибо. Эта сухая хрень закончилась. Йес! Йес! О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Закровил, да? Закровил, да. Смотрите, какой красавчик. Слушай, ну, поводок выдержал, я в шоке. Ха-ха-ха. Я думал, не выдержит. Почему там не клюёт? Ну, я говорю, возможно, тут более твёрдое дно вот ползли берега. Потому что идёшь, там оно прям, ну, выл закапывается. Так. Ну, что. Одна кукурузочка вот так. Ух-та, у меня крючок погнул. Потом сливка. Ну, что, ребят, размочили, наконец-то, рыбу. О, смотри. Сразу, да? Да, клюёт. Я думаю, надо тебе переехать. У тебя, кстати, будет пойти, ну, ты фрикцион только сразу раз лайк, потому что у тебя шнур. Смотри. Есть. О, это уже пободрее какой-то. Это уже, блин, на пикер вообще кайф. Юра тащит. Слава богу. Тоже амурчик. Амурчик, да. О, красота. Опа. Тихо, тихо. Огонь. Слаженная работа. Профессионал. Ну, давай ещё раз. Спасибо, спасибо. Так, давай, переезжай в мою эту делегацию. На свадьбу тебя так не поздравлял. Да, 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 да. Я вот так пройду сразу. Вот это, да. Вот такое, ребята. Блин, красивая рыба. Красивая. Что, бросай. А, я хочу, потому что ты забросил. А, я понял. Сейчас. Да не торопись, что-то. Дальняя дистанция не работает. Ближняя работает. Ближняя работает. А это всё? Что? Это работа сложная команда. Клевал бы у Максима, я к Максиму переехал. Вообще рядом, да? Чуть подальше, да? Чуть подальше, да? Чуть подальше надо. Макс переезжает на мою точку. Макс переезжает на мою точку. Чуть-чуть, я чуть ближе к дару. Пока начала клевать. Мария, смотри, смотри, смотри. Смотри, какая красивая. Блин, ну что ж ты не берёт, да? Что-то не нравится. Видимо, кормушка лежит как-нибудь. блин очень красиво клюет очень красиво такие плавные вообще очень красиво поджиговать охоту съесть поджиговать на реку охота да прям как вот в июне мы тогда гоняли вот на открытие прям вот так охота у меня там вообще литочка составной поводок кормушку с отводу с отводом даже сюда есть есть конечно максимум сказал когда-то сразу есть максимум и следующий раз будешь то также говорить о какой-то там дай и забыграть не все нормально просто он какой-то очень слегка идет как голова золотые руки юра а у максима все по прежнему блин какой-то сильный такое вываживание пошло тари какой вообще не хочет домой а ты хотел ребят ушел на второй заход да я ему вообще не понравился смотри я ему вообще не понравился как человек можно так его отпускать зари у него проявляли сил больше стало парень фух 20 поводок составной получается живите немножко сборить я даже знаю почему он сбориться потому что у меня не было тонкого шнура у меня был шнур 06 по японской классификации это где-то 012 там что-то не было в с чем-то идет миллиметров надо было сделать где-то 08 его я тут достал две нитки вот он где-то стал там наверно 0708 ну я думаю но при этом он стал менее устойчив к износу и и вот я не знаю насколько его хватит на каком забросе у меня он оборвется пока он отрабатывает очень хорошо и еще можно прям этот шнур тоже дипануть будет сливка показывали вам еще в инстаграм вкладывал как я отмечу карбирал заказ кучи дипов спреев ну ты спрей называется с макс найдет там есть такой персик креветка как по амуру говорят хорошо работает а амур вообще любит наживку ну топарыш или вообще тип такой веган-веган ну я как главных телок страна московского московского института океан московского зоопарка изучаем этот вопрос в данный момент еще не поняли да еще не поняли да прикинь ты реально был главным актеологом страны пипец бы шарил просто и знаешь там так был ну че макс едем да нет сегодня давление макс едем да не луна сегодня там не вариантов ну когда макс когда когда макс ну вот сегодня можно погода хреновая что ребят поклевало где-то с 9 до 10 что там 8 чем-то начало там у меня были в первый поклев пока я там понял что на пикер надо не сразу всекать и подождать пока он скушает очень красивые поклевки были где-то на 4 поклевки я понял как надо всекать вот поймали три рыбки одну слили сейчас время уже у нас 11 еще два часика сейчас посидим до час до часа и будем собираться может быть что-то еще клюнет но рыбка вот затихла буквально часик поклевал вон он гуляет потерялся куда бы кидать у макс макс и новая тактика он ловит на всплеск на всплеск карпа карпа на всплеск у него он хочет попробовать эту методу сегодня я хочу все-таки на тот вот под бережочек хочет забросить но не дай бог ты просадишь мой поводок который вязал минут 30 снял макс тянут доночки ставите на просто знаешь нас должно быть я вы должны на федоров те должны быть доночки вот реально нормально будет смотри у тебя реально это работает согласен народ вот кто вот вот напишите комментариях вот я буду ловить на федерок постоянно а максончик у него будет три доночки у него будет подбережочек туда подальше и 1 в ямку какую-нибудь найдется чего этот те фидер вообще но тебя просто фидерная тема она больше вот на на дубильную тему похоже там покидал тут покидал сейчас на дальничок пошла . хочу высиживать ну я понимаю что он отошел просто и вот надо его опять ждать я бы сижу где-нибудь на реке на реке как раз наоборот надо кормить сейчас поклевки прекратились и я стараюсь перебрасывать почаще дабы дать корма мне кажется просто он все съел просто была стая амура которая подошла поклевала сожрала все и свалил в закат на самом деле даем очень большой мы находимся сейчас его крайней части можно так сказать вот так вот загиб загиб такой водоем даже не видно конца 14 гектар он глубины до 7 метров так как все таки весна и водоем еще не так сильно прогрет он только-только начинает просыпаться после зимней спячки рыбы выходят на меляки и там вот клюет и вот мы сидим можно сказать между основном меляк чуть подальше получается он за нас мы сидим вот между получается здесь эта глубина метр-полтора наверно там где-то будет метр глубина чистую кукурузку до чего чисто надеваешь чисто да и все блин давай давай смотри вот на самом стало . макс стал 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 на точку реально шиза началась движуха такая прям что тебе дать такого ну давай сливку обратно до сливку сливочку сливка сразу слива опять дает результат на опять же она не дает ее там пшикнули и там у вас сразу клюет нет вот я вот забрасывал забрасывал рыбы не было ну видно что вообще никаких движений там бывает мелочкой дернет а тут опа там потяжка такая думаешь странно такая плавная поклевка значит не мелочь что-то там уже покрупнее стоит дал один дип он что-то поклевал отпустил не понравилось знаю что уже слива работал хоп шикнул сразу поинтереснее взял но опять я поторопился ой 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 там клипса клипса же все нормально все ведем я дождался его карты все карпушу дождались допрыгался да вот этот под кустами надо закрашу губы классик слышно маленький но кстати вот карп гораздо будет резвее да резвее да ну вообще интересного не хочется же попробовать туда кинуть о смотри клюет закидывай ко мне ну реально сейчас была такая джик это они я уже их начал это распознавать ах ты давай ну ты же давай 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 ну блин ну и мы очень давай родной ты что ж такое то ну так он клювала не нормально все вот так прям вот так были на смотреть съел мою кукурузину кукурузку больше в корм не даю меньше конкуренции было еще немножко пшикаю на прикормочку туда же макс вообще нормально бодрит да бодрит мне тоже уже бодрит но блин меня тоже уже начал бодрить джиговый шнур как-нибудь видно? слушай может быть ты вот рядом забросил мне тоже не клюет прикинь реально короче шнур ему не нравится и он типа что за хрень то уж тогда тоже подкидывает сша прикинь реально блин он палит вообще шок тебе надо вязать лидер шок лидер надо вязать он смотрел есть я не знаю собрал я тебе или нет это рыб покрупней этот вообще вот что я хотел это да я иду стой 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 дожди пусть он погуляет да этот огонь можно попробовать с опариком насадить если карпы подошли хочу поменять катушку ха 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 хаха ха 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 вот что я хотел пловить как на пикер. Именно вот это. Эй, тихо-тихо-тихо. Ту-ту-ту-ту-ту-туй. давай уже иди сюда иди сюда а это амур нет слышал непонятно похож на амура был просто очень-очень какой-то амур который я боюсь просто перетянуть фрикционный плодок сольется есть тут уже хороший это уже боец поклевки очень красивые такие продолжительные но это 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 что-то он видимо задел наверное это выйдет на какой-то удар какой-то сумасшедший был все отошел опять максон максон тащит ребят поменял поменял лесочку чё помогать давай у вас уж хороший у тебя там прослай прослай фриксон парень увидел меня прослай 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 я расслабил тут нормальный амурец такой же донор как у меня ну что поздравляю поздравляю тема какая стояла катушка со шнуром 1 и 2 до шнур джиговый и поклевок нету сейчас переставил и сразу поклевка что ребят заканчиваем рыбалку время у нас уже почти два часа дня вот на самом деле рыбка поклёвывает она такими периодическими набегами на нашу прикормку подходит и уходит вот вот к сожалению вот макс только у нас в конце только поменял от нейлоновую леску до поставил я получил поклевочку да странно конечно будем проверять следующий раз ну да действительно это так или нет я конечно сомневаюсь но странное совпадение потому что день поклевок не было как только при том то что он как бы и когда вот у нас клевала он тоже ко мне подкидывал когда у меня началась поклевки у нее не было поклевок потом уже начал конечно этот эксперименты делать да но я думаю если вы не наверно не он стал сразу возможно он бы тоже с утра тоже посмотрим да короче будем закругляться посмотрим что мы поймали да вот вот тут пополкаем и все да и и погоним и погоним смотрим поймали сколько получается 5 амуров 5 амуров да и 1 маленького карпика тамур классная рыба на пикеры было приятненько ловить здорово я тоже прочувствовал так что обязательно попробуйте так половить карпа амура это будет нереальное ощущение конечно первые которые маленькие они мне показалось ну так а вот эти вот которые покрупнее они конечно дали жару поэтому это было круто в общем чем подписывайтесь на канал ставьте лайки и заходите в инстаграм не забывайте сейчас фоточка уже там появится да пока пока да все не хвоста не чешуи делать как мы